В жизни каждой девушки, сколько бы ни было ей лет, случается так, что перестает нравиться свое отражение в зеркале. И если раньше в таких случаях начинали новую жизнь с понедельника, то в наши дни выбирает участие в проектах по преображению, таких как уже знакомый многим челябинцам проект без фильтров. Хотим сделать людей более красивыми, спортивными, подтянутыми. И вот на протяжении трех сезонов у нас это успешно получается. Меняется, конечно, тренерский состав, меняются тренировки, меняются партнеры, которые с нами участвуют, ну и, соответственно, участники также меняются. Участницы пришли готовые, они были замотивированы и они справлялись с поставленной задачей. Было тяжело, но они терпели и выходили из зала с чувством, что они преодолели себя и то, что они могут намного больше, чем они думали. По ним было заметно, что они хотят все измениться, стать счастливее, себя привлечить к первому образу жизни и в том числе к тренировкам. Очень приятно наблюдать за девочками, как они проходят этот путь от начала и до конца. И на самом деле цифры на весах здесь, значит, не так много, сколько внутренняя гармония. Для женщин это очень важно. И именно здесь уже начинает раскрываться больше сексуальность и уверенность в себе. Полностью прорабатывали все минимумы. И, соответственно, я их очень жестко контролировала по различным чатам, фотоотчетам. Они мне сбрасывали, скидывали, писали, звонили, говорили, Юля, я хочу съесть булочку, можно? Я говорю, ладно, булочку съешь, но на функционале обязательно отработаешь. За шесть недель проекта девушки работали не только над своей физической формой. Пришлось также справляться и с внутренними переживаниями. Какие они были? Может быть, были немного замкнутыми, немного даже, может быть, сказать, грустными. Где-то, может быть, где-то растерянными некоторые. У каждой были какие-то свои задачи, свои цели. Была некая растерянность. С ними было очень легко. Они открытые очень. С ними было очень приятно общаться. Они шли навстречу с удовольствием. Пожалуй, самой приятной частью проекта стало общение с представителями бьюти-индустрии. Среди партнеров – стилисты, парикмахеры, визажисты и имиджмейкеры. Что сегодня я вижу, это, конечно, блеск в глазах. Это красота. То есть они сияют, они другие. Они изменились, они стали, наверное, больше себя любить. Участницы проекта получили полный апгрейд. Я бы, конечно, хотела в дальнейшем увидеть такими же стройными, красивыми, модными. Мода она не только делает женщин красивыми, она еще придает им уверенность себя. Пришли девочки уже заряженные, но их образ не соответствовал. То есть все, что у них внутри, вот этот заряд, да, и снаружи было как бы, ну, надо было что-то сделать, да. И мы очень прониклись этим, и мы каждой подобрали такой образ, который соответствует именно, что у нее большая. Каждую девушку мы просматривали индивидуально, то есть была персонализация цвета, персонализация формы. Потому что нам хотелось все-таки, чтобы и наши участники получили удовольствие, чтобы не было никакого стресса, чтобы они психоэмоционально к этому были готовы. Я очень поддерживаю такие проекты, потому что сам часто организовываю подобные мероприятия, и это огромный труд. Ну и участницы, они, конечно, молодцы, потому что работать над собой – это огромный труд. Это всегда восхищает. Новому стройному телу, конечно же, новый гардероб. Стильные наряды для финальной вечеринки выбирали в студии «Виваглэм». В этот раз участницы просто очень классные, они такие позитивные, они красивые. Может быть, потому что лето на них так действует, но у них прекрасное настроение. И я считаю, независимо от того, много или мало они потеряли вес, и они приобрели самое главное, они приобрели уверенность в себе, научились демонстрировать себя красиво. И, я думаю, и штуфили самое главное на дорогу, любви к себе, с которой, я надеюсь, они уже никогда не совершили. Это самое главное. И, наконец, вот они – виновницы торжества – стройные, подтянутые, счастливые. Ну, каждому, наверное, участнику этого проекта дал, в первую очередь, какую-то силу, толчок для чего-то нового, что-то делать. Мне кажется, весь какой-то процесс был. И грусть, и слезы, и радость, и восхищение. Я смогла поверить в то, что возможно все, даже то, что, как тебе кажется, это невозможно. Я приобрела больше уверенности в себе, стала более, как вам сказать, смелой, выносливой тоже. Изменилась полностью. В первую очередь, наверное, изменила немного мышление, отношение к себе. Начинаешь себе после проекта, совсем по-другому на себя стала смотреть. Больше стала нравиться в зеркале. Принес много изменений, как внешних, так и внутренних. Эмоции, однозначно, конечно, есть, потому что постоянно ты, во-первых, знакомился с новыми людьми, во-вторых, после тренировки ты получаешь заряд энергии, плюс, конечно, результат в зеркале – это тоже очень крутые эмоции. Кстати, несмотря на то, что эффективным проект оказался для всех без исключения, во время финальной вечеринки организаторы наградили денежным призом участницу с самыми лучшими результатами. Учитывались такие показатели, как набор мышечной массы и сброшенный вес. Я даже не объясню сейчас, что со мной происходит. Моя первая на самом деле победа. И этот проект во мне поменял абсолютно все. То есть много всего пришло сейчас в мою жизнь. И я благодарна этим людям, которые создают такие проекты. И я думаю, что это не последний мой проект с Фитхаусом. Шла только для себя, не за победой. Ну вот получилось так. Я очень рада этому. Девочки пришли с определенными взглянями, поставили перед нами задачи, которые мы старались их выполнить. И я думаю, что мы достигли. Мы ждем новых участников. Мы будем рады всех видеть. Учтем все их пожелания. Третий сезон – это бомба. Они более энергичные, они более харизматичные. Они знают, что они хотят и упор нашли к своему результату. И у них это получилось. Продолжение следует, и оно не заставит себя долго ждать. Новый сезон стартует буквально на днях. Организаторы планируют много изменений. Возможно, проект теперь будет не только исключительно женским.